Привет, друзья, с вами Герникс, и сегодня мы продолжаем играть в Рим Ворлд. Итак, собственно, о чём мы остановились? Так, у нас тут сообщение, что у нас мало еды. На вашем складе лишь две единицы... В смысле, две единицы? Ммм... Или убейте немного еды. Неблагое предположение. Так, ну у нас, в принципе, тут рассада есть небольшая, она как раз вот-вот должна вырасти. Касательно убить... Касательно убить пока что, наверное, нет. У нас нет разделочного стола. Ну вот, нам нужно, чтобы ребята продолжали прокапывать тоннельчик для того, чтобы сделать каждому отдельную комнатку. Каждому пока что из трёх, да? Да, пока что из трёх. И, собственно, да, давайте запустим, собственно, наш таймерок. Так, ага, тут мы хотели соединиться с... Так, склад мы тут отметили, серебром. Материалы, серебро есть. Да, мы хотели соединиться с какими-то из прилетающих мимо кораблей. То есть, и поторговаться с ними, что ли, хотя бы. Так, давайте серебро отметим как подъёмный объект. Всё, вроде разобрались. Вон там ягодки собирает наш парнишка. Так, всё, маяк мы поставили. Сейчас, создать склад. Вот, есть, есть эта функция, есть она рабочая и слава богу. Давайте мы его удалим сначала. Потом создадим новый, чтобы он чётко подходил по границе самого маяка. Как видите, всё, что находится на территории маяка, можно будет продать. Ну, маяком можно поставить, конечно, сколько захотите, но сам факт остается фактом. Так, хорошо, давайте смотрим, что у нас здесь будет находиться. Ресурсы мы здесь... Давайте все уберём и оставим только серебро. Так, нильё нам здесь тоже нахрен не надо. Это предметы. Что подразумевается под предметами? Пусть будет здесь. Оружие и одежда тоже здесь. Куски тела тоже здесь. Мусор и трупы нам здесь не нужны. Пока, в принципе, вот как-то так. Вот как-то так. Так, это наш ворк. А, наш ворк сдох. Интересно, почему же он сдох? Там есть информация? Мальнутришн. Мальнутришн мне неизвестно. Ну, сдох и сдох. Надо было его в общем идеале продать, конечно. Ну, а что поделать? Так, этот нам ягодок притащит сейчас. Немножечко. Да, и правда, немножечко он их что-то притащил. Так, энергию провели. Всё, с этим справились. Так, теперь они тут вдвоём должны будут работать. Грыня. Тем временем, сейчас закончит мелочные процессы, донесёт всё и начнёт заниматься исследованием. Так, эти общаются, общаются с этим. Так, обвал был, по-моему. Открыта новая область, да. А, это не обвал. Всё нормально. Тогда всё нормально. Там нужно будет туда построить стеночку. Так, Ришка убирает. Да ладно, что ли стоит приоритетная уборка? Ну ладно, пусть убирает. Хорошо. Так, 35%. Опять же, всё-таки, он себя хреново чувствует, этот парнишка. Поэтому его труднее как бы перекинуть на свою сторону. Но я думаю, ничего страшного. Я думаю, ничего страшного. Так, Рыня, ты тоже иди давай спать. Спадкидик. Так, за один день мы выкопали, считайте, что вот, вот эту всю область. Поэтому мы, наверное, сейчас ещё назначим... Так, приказы копать. Мы выкопаем вот здесь часть, сделаем полную комнату. Всё в ней сделаем красивенько, чтобы в ней и свет был. И всё иное, что нас интересует. Правда, я не знаю, как его лучше выставить. Ладно, подумаем. Чё он вообще там, как он себя чувствует, этот парнишка? Да, шрамы всё-таки. Так, бешеное животное. Не будет атаковать любого, кого увидит. Ага, это Белка. Белка, и куда она побежала? К нам бежит, да? Турель у нас активная. Поехали. Не справилась Белка с Турелью, но Турель нужно будет починить. Так, ребятки, давайте вставайте, чего развлеклись? А, ещё заметьте, когда бой идёт, мы не можем переключиться на вторую-третью скорость. Только на первую. Ну, ладно, я думаю, это не смертельно. Сейчас мы подождём немножко. Там есть небольшая задержка от последнего боевого действия. Вот всё. Задержка прошла. Так, это у нас выложило проводишки. Блин, нам бы камешки эти все вынести. Было бы хорошо. Так, у них сейчас 2 часа на развлечения. Всё, 2 часа, так быстро пошли. Сочувствую им. Искренне сочувствую. Так, шахтёр. Так. Чё у нас тут? Ууу, это чё такое? Питательная паста и стальной шлак. Ну, в принципе, надо, чтобы забрали, конечно, ребятки. Нам-то будет, собственно, чё пожрать. Ой, у нас еды совсем нет. Ой, 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 ой. Вот это уже плохо. У нас картофанчик должен вырасти. Я всё же на него как бы рассчитываю. Ага, они погнали сразу за едой, да? Да, дело хреново. Дело хреново. Сразу пожрали. Да хреново, что он так далеко от дома. Ну, ладно. Так, картофанчик. Сколько уже? Выросло на 70%. Это хреновенько. Хреновенько. Плохое настроение. Кто там уже психует? А чё-то не поигрался, Гриша. У тебя же было время. Гриша, Гриша. Эх ты. Так, не смогли зарекрутить опять. Так, он принёс 10 единиц пасты. Испортится через 3-7 дней. Точно. Я вспомнил про одну довольно простую вещь, которую нам обязательно нужно сделать. Так, делаем дверь из... Из... Блин. Избреви не желательно делать, потому что если будет какой-то пожар или ещё что, то прощай дверь и прощай всё, что с ней связано. Ладно, пока пусть будет вот такая стальная. И давайте посмотрим по температуре. Кондишн. Кондишн нам нужен. Туда горячий. А, я затупил опять очень сильно. Я очень сильно затупил. В общем, суть в чём. Если я не ошибаюсь, аккумуляторы тоже нагревают воздух. Сильно. И тем самым... Я, правда, не помню. А, вот-вот. Снаружи 19, тут 22. Тут 22. Это аккумуляторы нагревают всё это, по-моему. Ох, сейчас мы как-то всё это распланируем. Мы, наверное... Ай-яй-яй, серьёзно, даже не знаю как. Но сюда мы точно охлаждение сделаем? В смысле, я не могу его сюда поставить? Место уже знаю. Чем оно, блин, занят? Или это типа провода мешают? Не, провода не мешают. Хм. Зато сюда могу лепить. Окей, лепим сюда. Вопросов больше нет. Мы тогда сделаем там охлаждение. Здесь втыкнём дверь. Так, этому парнишке нам нужно впихнуть лампу. И поставим там где-то было... То ли цветочки, то ли чё-то из такого разряда. Энергия, мебель. Вот. Горшочек. Горшочек можно и деревянным сделать. Всё, пусть он себя там уютнее чувствует. Так, а еда, еда, блин. Затупил я, получается. Нехиленько так. Ладно. Пока не будем по этому поводу особо переживать. Надеюсь, мы со всем справимся. Так, он ещё еды привылок. На один день нам еды точно хватит. Так, снаружи 13 градусов. У нас тут 18. Так, оптовый торговец, кстати. Торговец. Агрыня, проснись. Связаться с торговцем. Давай. У-у-у-у. Так, давайте смотреть. Пласталь, хмель мы можем закупить. Кстати. Хмель особо не кушается, но из него делается... Пивко, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, хмель у нас стоит 1.25. Это 1.34.32. Так, можно собак купить. Блин, собаки вообще крутые, полезные животные. Они потом при развитии на определённом уровне, они могут носить вещи. То есть, чтобы не отвлекать наших ребят от общей работы, носить вещи будут собаки. Это, мне кажется, круто. Класс. Мясо лаборатора. Замечательно просто. Так, рис, картофан. Картофан самая дешёвая еда, что ли, получается? Так, разные ткани, медикаменты. Нам, в принципе, ничего из этого не надо. Мы можем продать... Стоп, я сейчас запутался немного. Это то, что у них, это то, что у нас. У нас есть коровы. М. У нас есть коровы. Они нам нахрен не надо. Правильно? Правильно. Поэтому продадим корову, получим немножко баблишка. Вообще, надо было бы еды подкупить на это баблишко. Давай, наверное, грыня, свяжись ещё раз с ними. Мы прикупим немного еды. А, я затупил. Мы с коровой, по-моему, молоко могли поиметь. Ладно. Проигнорируем этот момент. Так, давайте посмотрим. Самая дешёвая, это картофан, да? Да, давайте закупим. Ой-ой-ой, не-не-не. Так, как... О, вот так, да? Это сильно до хрена. Давайте на первое время. Вот, 140 единиц. Я думаю, нам будет более чем достаточно. Всё, забирайте картофанчик. Так. Кондишн, кондишн. Давайте смотреть по температуре. 17 градусов. Дверь делайте. Дверь сделал, молодец. 18. Тут 23. Тут 18, тут 19. Уф-уф-уф, как говорится. Так. А чё с ним не так? Чё в процент всё ниже и ниже? Так, давайте это уберём. И в комнате надо вообще прибраться. Так, а вот с кондишнами, с кондишнами ситуация вообще каловая получилась. Есть одна идейка, но она так себе на самом деле. Мы сейчас попытаемся вывести... Нет, стоп, это мы не убираем. Мы прорываем вот сюда. Вот так. И попытаемся здесь поставить кондишн и полностью всё жарево вывести на улицу. Я надеюсь, получится. Надеюсь, просто надеюсь пока что. Так, давайте строение стена. Стена из блока сланца. Вот здесь мы её влепим. И здесь. Там, где, собственно, поломали нам стены. Так, автоматические двери. Блин, вообще в идеале надо из блоков сланца поставить. Сколько там? 25 блоков. Просто, чтобы немножечко хотя бы, немножечко сэкономить сталь. Так, лампу втулим в коридоре, чтобы хоть капельку светло было. И давайте заделаем, собственно, кровати. Это у нас уже будут индивидуальные места для каждого обитателя. Так, и противоположный цветочек. И тут давайте цветочек. Пока, пока так. Нет, давайте, чтоб... Uninstall, uninstall. И сюда пока ничего. Чтоб они новые строить не начали. Вот. Вот, установить сюда. Установить сюда. Вот, теперь замечательно. Так, чё этот подонок не хочет никак? Переходить за нашу сторону, а? Украшина. Так, он кровать отнёс, блин. Вместо того, чтобы её поставить, он её отнёс. Ясно, понятно. Так, поболтай с ним. Чё он скажет? Мы завербовали. Мы завербовали. Охотник безоружен. New record. Отлично. К месту. Давайте смотреть, доктор. Что ты из себя представляешь? Ты немного покоцанный. Манипуляции у тебя охреновые немножко. Убеждён охранником Х-39. Нехило. Так, как персонаж? Общение, животные, медицина. Эм, да. В плане обычных вещей он совсем плох. Но он стреляет хорошо. Надо запомнить. Он у нас будет... Милитари медик. Вот как-то надо это совместить. Надо вообще как-то делать наименование их по их возможностям. То есть, медстрелок будет. Так, что-то не то. Вот, медстрелок. Стерлок. Хорошо. Стрелок. Так, медстрелок. Окей. Мы с тобой разобрались. Теперь нужно, что парнишка... Парнишка. Давай лучше вот эта бобёнка. Ммм, блин. Как её заставить выкинуть пистолет? Давайте она вы... А куда? Нож уже отнесли? Нож где-то здесь? Да. Ты возьми тогда нож. Так, кстати, этому парнишке надо выставить же приоритеты вместо стрелок. Этим ты точно ни в коем случае не занимайся. Кузнечеством, если что. И Тейлором, если что, можешь позаниматься. Блин, в итоге выходит бесполезным. Это меня огорчает. Так, медиком будешь. Это не надо, не надо. Блин. Как-то всё не очень, я вам скажу. Так, давайте увеличим поляну с картофаном, наверное. Сделаем вторую зону. Только мы там посадим не картофан. Ой, хреновая зона выходит, конечно. Ну. Давайте не картофанчик, а... А-а-а. Клубника. Хейграсс, рис, кукуруза. Давайте кукурузу захреначим. Так. Так. Всё, поехали уже в наши индивидуальные комнатки. Ой-ой-ой, баба, тётка вырубилась. А, ей кровати просто не хватает. Ммм, блин. Ладно. Так, нужна готовая еда. Изнеможение. Риша, ты чё? Риша, иди спи. Молодец. Так, нужны кровати. Это понятно. Охотник безоружен. Это кто такой у нас? Ага, местрелок. А чё? А, понятно. Блин, нам нужно больше кровати сейчас. Иди пистолет возьми. И спи там дальше на улице. Всё просто замечательно. Так, тогда пока что мы эту кровать сделаем обычной. Абсолютно. Пока они вот это всё достроят, поубирают. Кстати, поубирать надо бы. Вот, пока они четвером будут здесь жить. Если что. Не, ну если что, они котируются. Надо сделать отдельную комнату для заключённых и для раненых. Иначе быть беде. Так, а там что, ещё есть работа? Ещё девять раз? Ууу. Нет, это да... Погоди. Так, сингл. Отключить полностью. Всё. Не надо этим заниматься. Иди лучше помоги ребятам. Так, поубираешь. О, о, нашёл, чем заняться. Здесь стрелок наш. Нужна готовая еда. Да подождите вы свою готовую еду. Так, пока так. Пока так. Ещё бы в идеале uninstallить. Срезать. Серьёзно, да? Окей. Так, я цветочный горшок сделал из серебра. Вы понимаете, да? В чём беда? Я, по-моему, потратил всё серебро. Что я ещё из серебра сделал? Мне вот чисто интересно. Так, ладно. По температурному режиму. Давайте здесь минус втулим. Чтоб у нас точно уж проблем не было. Внутри. Пять, четыре, три, два, один градус. Всё. Понижаюсь температура внутри комнаты. Так, ребятки. Выносите все камни. И тогда мы начинаем прорывать... Так, они там уже почти высадили это всё дело, да? Начинаем прорывать в эту сторону. И здесь мы сделаем уже кухню, я думаю. Жилой квартальчик мы будем продолжать в эту сторону. Склады, всю хрень будем здесь делать. А вот кухню заделаем, наверное, в эту сторону. Давайте здесь проходик. И пока что она пусть будет относительно небольшой. Вот, вот, как бы так. Сейчас надо опять подумать. Надо подумать, потому что на кухне нам нужно и разделывать мясо, и хранить еду. И охлаждать еду. Поэтому, как бы, да. Давайте, наверное, сделаем... Это у нас будет место, где они будут жрать. Сейчас давайте посмотрим мебель. Так, стол. Это большой стол. Маленький стол 4х4, да? Ой, 2х2, точнее. 2х2. Тогда мало места. Сделаем сразу. Ой. Упси-дупси. Теперь смотрим. 4х4. Вот тут мы, допустим, вставим. Так, раз-два, раз-два кушать могут. Ставим здесь. Раз-два, раз-два. Вот тут у нас будет... Нет. Некорректно. Некорректно. Давайте вот так еще сделаем. Тогда раз-два, три, четыре. Раз-два. Раз-два, раз-два, три. Раз-два вход здесь. Хорошо. Здесь мы убираем. Здесь будет два стола, на котором может вместиться шесть человек. Пока что нам этого хватит. Шесть человек. Хотя, в принципе, если мы сделаем еще одну полосочку. Раз-два, три, четыре. Раз-два, три. Вот. Вот тут они все будут сидеть. Здесь будет небольшой проходик. И вот здесь будет у нас, собственно, основное место. Здесь у нас будет склад. Здесь будет вентиляция. И... Или здесь лучше будет кухня. Боженьки, сколько у меня вариантов в голове крутится. Я не знаю, какой лучше выбрать. Давайте вот так увеличим. Вот так, наверное. Здесь мы поставим столы разделочные. И здесь же у нас будет лежать первые запасы еды. Да, пока этого будет достаточно. Погнали. Шахтер, работай. Так, плохое настроение. Че уже не так? Хотя правильный вопрос, что так? Ну, ладно. А чтоб у нас Гриша, наверное, не настроен на развлечение. Не, у нас медстрелок не настроен на развлечение. Странно. Гриша что, не успевает поразвлекаться? Так, рубят и с той, и с той стороны. Камни уносят. В принципе, все не так плохо. Все не так плохо, действительно. Так, разобрать мы можем, в принципе. Разобрать, но вернуть часть ресурсов. Ну, ладно. Потратили уже туда серебро, так и быть. Хрен с ним. Так, давайте высыпайтесь. Пока у нас никаких приключений нет. Так, давайте захреначим кондишен. Стоп, а нахрена нам здесь такая кондишен? Ах, так. Что, что, что уже не так? Что, что, что? Давайте посмотрим на примере. Что мешает построиться кондишену. Давайте выдолбим эту стену и сделаем там нормальную стенку. Так, оптовый торговец. Так, Риша у нас не высыпается, поэтому пусть шахтерчик сбегает. Пообщается. Так, что мы имеем? Мы ничего не имеем. Они имеют альпаку. Альпака это что-то типа... Обожай звук. Ламп. Что-то типа лампное. Так, шоколад. Шикарное блюдо. Мясо обезьяны. Мясо игуаны. Верблюжатина. Свинина. Боже. Сколько жратвы. У нас там, кстати, по идее, что? 145? Ладно, пусть будет пока. Пивчанский даже есть. Да, это хорошо. Уран есть. Я бы Сталина купил. Но мы бомжи. У нас столько денег просто нет, поэтому отмена. Иди спишь, шахтер. Че они ночью прилетают, блин, под люки? Не дают жизни, блин. Так, здесь тоже нужно будет зачистить и поставить остальные аккумуляторы. Температура минус 7. Это замечательно. Полежать пришел. Нормальный парень. Так, он бистолет забрал, да? Да. Хорошо. Давай раздолбитом стенку. Давайте сейчас попробуем лепить туда кондишен. Серьезно, да? Окей. Так, этот парень поприбирал. Ага, я забыл еще. Маленький такой нюансик. Подключить энергию. Так, хорошо. Там долбят, а да здесь нам не надо такая огромная территория. Хотя, мы все равно перенесем сюда основные наши эти... Или мы там будем только мясо хранить. Ну, в общем, нам эта территория все равно пригодится. Так, медстрелок работает у нас над ресерчами. А какого хрена? Не работаем над ресерчами. Тебе нельзя. Ты слишком плохо в этом. Так, картофанчик. Что-то он как-то так сомнительно растет на самом деле. Там была такая лампа. Сейчас найдем. Лампа, солнечная лампа. Вот. Она якобы заменяет... Дневное свечение, если я не ошибаюсь. Чтобы ночью расслейте все делишки. Но она жрет нехилой энергии. Поэтому давайте сначала аккумуляторов наставим. Вот так вот, хотя бы. Вот так. Опять плохое настроение. Риша, ты задолбал? А, это он все еще таскает ту еду. Я понял. О, у нас тут эти бифало. Дуб. Понятно. Муфало, муфало. Пардон. Так, вот этих вообще, в принципе, тоже намахать надо бы. Так. Пиратский корабль. Так, а ну-ка, стрелочек. Сходи к пиратам. Глянь, у чего у них есть. Ууу, у пиратов снаряды. Рабы, кстати. Рабы. Очень интересно. У нас бабла нет. Блин, я пробокупил на самом деле. Не, это избитый какой-то раб. Он нас не интересует. Ослабленные движения. Блин, у вас нормальные рабы бывают? Ребят, вы что? Так же нельзя. Так, растительные травы что-то тоже медленно растут. Так, аккумуляторы готовы. Хорошо. Охлаждение мы не настроили, кстати. Давайте. 10 в 0. В 0 в 1 градус. Я бы даже в минус сделал. Давайте сделаем там минус. И тут минус. Тут 20. Отлично. Вроде бы в плане температурного режима мы справились. Мне кажется, во всяком случае, так. Так, давайте мебель. Блин, мебель, опять же, лучше всего делать из стали. Но пока что ладно. Мы сделаем из бревен. Так, стулья. Стул из бревна. Вот как я, собственно, и планировал. Так, туда же мы проведем энергию. Вот сюда, вот так. И мебель. Мебель. Свет. Влупим вот здесь свет. И здесь свет. И возьмем строение, автоматическая дверь из блоков слакс. Вот так. А здесь можем... Ну, не стальную. Вообще деревянную здесь можно поставить и все. Вот как-то так. Целый план у них на целый день, наверное, есть. Так что пусть трудятся. Пусть трудятся. Так, давай, давай, давай. Тут не хватает четвертой, блин. Скорость. Плюсовой. Там, x4 или x6. Вообще, чтобы вообще моментально все пролетало. Так, два часа ночи. А Гриша что-то поздно ложится спать. Что-то с ним не так. Вроде все предельно просто и ясно. Ну, ладно. Давайте, высыпайтесь уже. Так, одна турель только у нас. Одна только турель. Тоже не около вообще-то, что у нас одна турель. Так, они покидали эти. Все, погнали работать. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Как быстренько все. А меня стрелок только бегает и убирает. Так, шелтовый. Покинул. Окей. Бум-бум-бум. Давайте еще столы вхреначни. Будет вообще замечательно. Так, что произошло? Бурбал-рог проходит мимо. Ну, пусть идут. Так, меня стрелок у нас без дела. Надо все-таки его как-то припахать. Так, стрелок. Ты у нас все-таки будешь заниматься хотя бы так. Ты гроу занимайся. И ты гроу занимайся. Там напортачить очень тяжело. Так, и майном тоже будете заниматься. Потому что совсем бездельничать не годится. О, пожалуйста. Надо собрать картофанчик. О-о-о. Картофанчик пошел. Так, 153. Сколько они сейчас принесут, интересно. Ну, шахтер, конечно, сравнительно с ними вообще раздает жестких люлей в плане сбора. Так, нам здесь собрать... А, кстати, по поводу с металлом. Так, стоп. Проходит мимо. Ну, ладно. У кого? Опять у Гриши. Гриша, ты меня уже бесишь. Я тебя продам, блин, рабом. Работорговцам, точнее. Пардон. Ты меня уже напрягаешь немножко. Так. Опять, блин. Они за целый день только столы поставили. Со стульями. И все. Что-то они обленились вообще. Так, а эту тушу вообще надо было разделать. Я затупил. Она уже гниет. Ах, увы и ах. Увы и ах. Так и быть не. Так, типа. Кто у нас тут взбесился? У, кабанчик. Давай, беги к нам. Сейчас турель тебе люлей надает. Два кабанчика. Так. Сейчас у нас турель будет люлей получить. Так. Бери оружку. Выходи. Грыня. Тоже давай. И наш медстрелок. Не бей турель с волой. Так. Гриша люлей получает. Гриша, беги. Так. И стрелок наш получает. Что ж ты будешь делать? Так. Перекрестный огонь. Аккуратно. Хорошие, ребятки. Справились. Теперь обоих, правда, лечить надо. Вы на свои кровати пойдете? Или вам надо специальные медицинские делать? Ах так. Неохлажденный испортится через пять дней. Блин. Нам надо, чтобы они эту всю территорию зачистили. Так. Турель. Атаковать. Расстрелять. Расстрелять, чтобы он живых не остался. Так. Только шахтера не сбей. Ух. Сколько ему там осталось уже? Хряку. Хорош. Так. Все друг друга лечат. Отлично. Так. У этого мелкие кровотечения. У тебя. Ну, более мощное, конечно. Но все равно вылечить можно. Так. Артофану до хрена вышло. В общей сумме я смотрю. Очень приличное количество. Давайте. Идите. Хавайте. Рубите. Проходят мимо. Пусть они проходят мимо. У меня такая разница. Я же не собираюсь их захватывать пока что. Во всяком случае. Так. Артофанчик вообще-то собрать надо, что он тоже испортится. Так. Тут у нас температурный режим изменился. Да. Минус 6. Артофанчик не испортится вообще. Вот в чем сила, понимаете? Температурного режима-то. Ну, добей. Не стрелок. Молодец. Так. Теперь вот это все. Теремишка убрать. Теперь надо, чтобы они это все... Разгрузили. Так. Когда они выгрузят это все дерьмо, мы тогда здесь сделаем зону. Зона склада. Полностью везде. Так. И склад мы делаем полностью под... Так. Трупы надо. Вот. Трупы животных. Мифлы, игуана, дир. Все, что хочешь. Все, что хочешь. Трупы животных мы сюда стаскиваем. В принципе, мы можем... Да. Давайте и трупы людей. Это капельку негуманно будет, правда. Но трупы людей тоже можно расчленить. И из них тоже получить мясо. Но его жрать ни в коем случае нельзя. Его нужно исключительно продавать. Тогда мы будем получать дополнительный доход. Так. Мусор нам не надо. Это не надо, не надо. Предметы. По предметам тут что? Нет. Тоже не надо. Вот ресурсы. Продовольствие. Нет. Рационы нам не нужны. Пицательная паста, блюда не нужны. Продукты. Мясные. Так. Ресурсы все выключаем. Мясные продукты вводим. Вот. Мясо у нас будет все тут лежать. Пласт сталь. Это нам не надо. Материалы закрываем. Предметы закрываем. Все. С этим мы разобрались. То есть только мясо и, собственно, тушки. Больше у нас там ничего находиться не будет. И теперь производство кухонной плиты для приготовления блюд. Стол мясника. Вот что нам нужно. Поехали, ребятки. Торговец оружием. Блин, это все замечательно. У нас бабла нет для этого всего дела. К сожалению. Так, май. Это у нас заканчивается май и наступает лето. Это, в принципе, хорошо. Лето это хорошо. Нам бы эту всю кровище поубирать. Ой-ой-ой-ой-ой. Нехватка энергии. Началось. Началось, ешкин-код. Сколько у нас... Ага. Надо будет железо нарубить. Надо добывать. Давайте вот это все дело соберем. Я надеюсь, это железо, а не серебро. Сталь. Отлично. Так, людишки. Энергия появляется. Появляется по чуть-чуть. У нас на кондишены нехилая энергия входит. Так, ну разве, что нам хоть хватает во время дня? Энергия. У нас хоть какая-то накапливается. Ой-ой-ой, боженьки. По одному вату в секунду. По два вата. Ой, это даже смешно. Давайте, стройте еще. Так, тут мы делаем простую задачу. Добавить задание. Разделать туши. Сделать бесконечно. Все. То есть какая-либо туша на горизонте появляется. Ее моментально нужно разделать. Ну, конечно, желательно, которая не сгнившая. Мне вот, кстати, интересно. Они сами понимают, что не сгнившие туши только надо обрабатывать. Так, вон он раздел. Мы получили кожу кабана и мясо. Так, все, второго кабана надо забрать. А эти ребятки уже сгнили. Вроде бы. Я же правильно понимаю, да? Так, расшлинил. Получили еще мясо. Хорошо. И теперь он относит камп. Все, все замечательно. Они понимают, как все должно работать. Так, энергии ставим еще два. Гриша, хватит. Прекращай вот это вот настроение свое показываю всем. Негативное. Так, ведь энергии не хватает. Ну, благодаря этим двум, наверное, батареям уже хватит. Но на данный момент пока что не хватает. Давайте еще сбреем. Так, гниющие тушки вообще нужно в крематоре, конечно же, сжигать. К чертям собачьим. Чтоб они не воняли, не создавали никакую гадость вокруг нас. Так, а мясо? Мясо сырым жрать нельзя. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Я же забыл. Тут надо поставить этот. Кондишн. Так, где он, где он, где он, где он? Температура. Кондишн. О! Он что, не добил стену и ушел? Ах ты, козлина, ну. Давайте быстренько отсыпайтесь. Сколько? Три шесть дня осталось, да? Три пять. Нет, за три дня мы точно успеем устроить. Я надеюсь. Обидно, что защита не работает во время отсутствия энергии. Деп-деп-деп-деп. Деп-деп-деп-деп-деп. Ну, сейчас вроде бы должно хватать энергии. Все-таки пять. Шестьдесят, семьдесят, восемьдесят. Нет, хрен там. Мощность. Эрго-выработка. Мощность сети шесть-сто. Блин, это хреново. Да, по-моему, тупо не будет хватать энергии. Ладно. Так, стоп. Кондишн забыл поставить. Не вентиляцию, а кондишн. Давайте быстренько, быстренько, быстренько. Так, он дотянулся? Так, я не заметил, он дотянулся или нет. Да, дотянулся. Отлично. Давайте, давайте, давайте. Кто там занимается этой ереси? Камень отодвинули. Это успех. Она пришла и тупо отодвинула только камень. Так, есть. И ставим... Сейчас, сколько здесь? Двадцать три. Мы должны в минусов уйти. Так, мясо. Дри дня. Двенадцать. Десять. Два и девять дня. Мы успеем понизить температуру, я уверен. Три, два, один. Ну, один, ноль, минус. Все, мясо не портится. И бьи, пурей. Так. Дальше нас что-нибудь интересует. Сейчас глянем, нам на ночь хватит энергии или нет. Так, вообще я не могу посмотреть. Торговец оружием. Еще один. Нет, спасибо. Пока что воздержусь. Семьсот. Ну, должно хватить. Должно, вроде бы, хватить. Час-час ночи. Два часа ночи. Три часа. Четыре. Нет, все-таки еще одно нужно будет доставить. Да, хватает, но лучше доставить, я думаю. Тем более, что мы постоянно добавляем все новые и новые... Механизмы, собственно, которые поглощают нашу энергию. Поэтому обязательно... Не туда. Вот сюда. Так, мы немножечко заберем территорию нашего маяка. Но я думаю, ничего страшного. Так, мало медицины, да? У нас эти растения, блин, никак не прорастут. Сволочь такая. А почему животные побиты? Заражение. Пулевое ранение. А, это мы вот во время перестрелок их задели нечаянно. Ну, ладно, так и быть. Умертвите это животное. Какой же жесткий наш стрелок. Ёбарец, это что он мочит вообще? Там и смешно, что он по ней не попадает. По этой оленихе. Так, давайте исследование добавим. Так, подожди, не торопись. Кремацию давайте. Боже, он уже аж устал, по-моему, да? Он по ней попал? Да, попал. Она может от кровотечения сдохну. Понятно, я это сделал с... Как его, боженьки. С винтовки просто ее пару раз приглушил и все. Так, отсюда надо убрать наименование тушек. Трупы животных. Вот, убрать. При этом гнилье тут может лежать. А вот тут гнилье нужно тоже убрать. Гнилье нельзя. Так, мяса у нас по чуть-чуть все больше и больше. И нам нужно уже начинать делать более серьезные блюда. Для этого нам нужна кухонная плита. Более серьезные блюда. Так, с этим вроде все окей. Ладно, ребят, что-то я заигрался. Давайте сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же это видео понравилось, не забывайте подписаться на канал. А мы с вами встретимся в следующем видео. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok